В общем, для БНЗТ нужно всего две вещи. Она бинарная терапия. Это нужно в опухоль доставить БОР-10 в достаточно большой концентрации, типа 50 ppm, и желательно, чтобы в здоровых клетках его было меньше раза в 3-4. И второе – это облучить потоком надтепловых нейтронов, то есть не быстрых нейтронов, не медленных нейтронов, а с промежуточной энергией. И такая задача была перед физиками поставлена впервые. В общем, и это достаточно сложная задача. То есть нужно, чтобы этих нейтронов было много, и чтобы они были в узком энергетическом диапазоне. Совсем кратко. Эта методика стара как нейтрон. Нейтрон был открыт в 1932 году. Через три года было выяснено, что БОР действительно захватывает нейтрон с очень большой вероятностью. И буквально на следующий год американским рентгенологам-лодчерам была предложена эта методика. Если вы в опухоли накопили БОР, облучили нейтронами, то нейтроны сами найдут этот БОР, произойдет ядерная реакция, и вся энергия выделится в той клетке, которая содержала ядро БОРа. У этой методики длинная история. У нее были и первые клинические испытания на специально построенных ядерных реакторах, которые завершились неудачами. Потом достаточно прорыв сделал японский нейрохирург Хатанако, который делал хирургию, трепанацию черепа, вырезал опухоль, которая позволяла, а потом дожигал вот этой методикой БНЗТ. Те остатки действительно вылечивал людей. Есть третий период, когда после этих результатов Хатанаки на целом ряде ядерных реакторов во всем мире стали проводить эту терапию. И примерно к маю с 2015 года было пролечено 1375 человек. Выяснилось, что вот такие опухоли действительно эта методика лечит, получены положительные результаты. Качество примера показывается, как из такой опухоли после БНЗТ все пропадает. Но ядерные реакторы были... К настоящему времени практически все ядерные реакторы были закрыты, обусловлены этой Чернобылем, а потом и добила Фукусима. Ну и еще было и две причины. Ядерный реактор в клинику не поставишь. Ну и вторая причина была, это то, что с помощью другого способа получения нейтронов можно было получить качество пучка нейтронов лучше, чем можно было получить на ядерном реакторе. Поэтому, в общем, сейчас только один ядерный реактор, только на одном ядерном реакторе проводят терапию. У нас сегодня четверг. О, сегодня по четвергам у них есть время, и один, два, три пациента лечат на этом реакторе. И мне даже посчастливилось в ноябре прошлого года поприсутствовать на такой терапии. Ну, а так, этот этап, что на реакторах показано, что эта методика лечит и можно внедрять в широкую клиническую практику, это было примерно сказано лет 30 тому назад, и поэтому перед физиками была поставлена задача то, чтобы сделать источник нейтронов на основе ускорителя заряженной частиц, который мог бы обеспечить лучшее качество пучка нейтронов. То есть там было бы меньше быстрых нейтронов, меньше медленных нейтронов. Ну, и, в общем, сейчас это как раз этот этап развития, который затянулся. Вот он, потребовалось 30 лет мировому сообществу, чтобы решить эту научно-техническую задачу. К счастью, многие обломались, были много трудностей, но, к счастью, она решилась. И, в общем-то, так получилось, что практически в один год, в 15-16 год, сразу несколько команд, в том числе и нами, была решена эта научно-техническая задача. И сейчас в мире, можно так сказать, как это, рост, начало бурного роста этой методики, в том смысле, что сейчас в мире строится 5 клиник, специализированных клиник БНЗТ. И вот я просто по порядку покажу. Ну, три в Японии. Они отличаются, все разные типы ускорителя, заряженные частицы, два типа мишени, литиевые или бериллиевые. Ну, вот первые две, они чисто по времени, раньше вышли на эти параметры, но у них немножко худшее качество пучка нейтронов, но пригодное. Ну, а последние три, это просто хорошее. Ну, вот в Японии, это Киот-университет, еще очень реактор инститют, компания Сумитома, она сделала сначала пробный источник нейтронов, а потом вот сейчас практически закончила все вот в таком городишке Южный Тахоку, который был разрушен во время этого цунами. И как раз за счет средств специального фонда вот восстановления территории после этого цунами, за счет этих средств там построили вот эту клинику и оснастили его Сумитомовским циклотроном. Другой проект, на котором я часто бываю, это типа японский академгородок, такой город есть, Сукуба, то есть есть Новосибирский академгородок, а его подобие был построен в Японии, и там вот компаниями университет Сукубы, можно сказать КЕК, это японский ЦЕРН, японское агентство по атомной энергетике, и компания Митсубиси сделала другой источник нейтронов, на котором вот по осени должны начать уже лечение. Ну, совсем хорошее по качеству пучка нейтронов, это в самом центре Токио, они не мудрство и лукаво разрушили какое-то здание, построили вот такое новое, красивое, не только для БНЗТ, но и в том числе для БНЗТ. И вполне известная американская компания, она меняет название каждые два года, потому что то банкротится, то возрождается, но все-таки дело и дело, она вот для университета Хельсинки вот приступила к сооружению, это, как называемая, четвертая клиника БНЗТ, и в этом году, в сентябре, будет молодежная школа по БНЗТ, которая проводит сообщество нейтронозахватной терапии, именно в Хельсинки. Вот. Ну и пятая клиника, она начинает строиться в городе Сямынь, на юге Китая, там будет поставлен ускоритель ТАДЭМ с вакуумной изоляцией и литиевая мишень, прототипы которой были предложены, разработаны и созданы в Институте ядерной физики. Вот, скажем, наш проект. У этого проекта такая достаточно длинная история. Лет 20 назад он начался, поскольку ряд людей узнал об этой методике и просто загорелись ввиду красоты этой методики и сложности задачи. Был период, когда мы создали установку и получили параметры протонный пучок с током в 100 раз меньше, чем ожидали. Это нормально, но застряли на этом низком состоянии почти 7 лет, и только потом, вот буквально за последние 5 лет, после изучения физических процессов и ряда модернизаций, достигли того, что хотели. И вот, кстати, мы были первыми, которые 9 декабря 2015 года, первыми в мире, когда получили параметры протонового пучка, достаточные для проведения борно-нетронозахватной терапии. А это вы видите команду, то есть на этой установке была создана не только установка, но и молодая команда исследователей, которые приходили из НГУ, НГТУ, а некоторые вот там высокий сидит, как это, слева на установке, Леша, он вообще, мы его взяли еще, когда он был школьником. Большое поспорье в реализации этого проекта оказал Российский научный фонд, который поддержал создание временной лаборатории БНЗТ в течение 5 лет, и мы провели не только физические исследования, но и медицинские. Вот там фотография, когда мы облучали первую крыску. Ну и совсем хорошие эксперименты получились вместе с университетом Цукубы. В Цукубе было примерно так же, что у них компания Mitsubishi должна была сделать им ускорители, но как Mitsubishi меня переплюнуло, переплюнули, они сделали ускоритель и получили на нем протонный пучок с током в тысячу раз меньше, чем ожидалось. Ну сейчас они все нормально получают, но в то время была создана в Цукубе лаборатория БНЗТ, а источника не было. А у нас уже был работающий источник, поэтому японские коллеги просто приезжали к нам раза три в год, по две недели, и мы действительно провели хорошие эксперименты, показали, вот здесь как раз демонстрируется, демонстрируется, что если в клетках нет бора, то они практически все живые, ну вот 90% живые, а из тех клеток, которые есть бор, то вот сколько там, 3% выжило только. Ну и совсем красивый эксперимент, случайно, наверное, получился с мышками, когда мышкам в голову вкалывали глиобластом у человека клетки, она росла, и, как правило, на 40-й день мышки погибали, ну плюс-минус 2 дня. И вот мы за несколько дней, дней за 5 до этого дедлайна облучили мышек, и вот в заходе, где было 5 мышек, 3 из них реально вылечились, на 3-й день после облучения у них уже было, томограф показывал, у них были вот такие истории болезни, томограф показывал, что опухоль уменьшилась, на 7-й день уже не было опухолей, ну и потом они в Виваре весело и счастливо прожили 2 месяца, и после этого их уцепили. Причем здесь стоит заметить, что нам повезло в том смысле, что этот бор, с помощью препарата борфенилаланин, он накапливался не только в опухоли, но и очень хорошо в почках, ну и мы там, а мышка маленькая, ее приходилось практически все облучать, ну как-то сделали, чтобы поменьше было доза В, приходилось на почки, ну вот как-то удалось, так что и почки справились, и опухоль рассосалась. Ну и так получилось, что это была такая активная работа, и фактически в то время это была единственная установка в мире, которая производила нейтроны, и вот там, например, Эйски Сато в прошлом году защитил диссертацию в Японии по результатам тех работ, которые были проведены, я у него был с руководителем, Лилия Заиди защитила диссертацию вот осенью в Алжире, меня даже вызвали, я там в жюри сидел, они что-то по-французски говорили, иногда мне переводили. В университете я пригласил своего друга, Тору Кабояси, и он в течение трех месяцев читал курс лекций по БНЗТ. Ну и, в общем, сейчас, вот помимо имеющейся установки в Институте ядерной физики, вот в городке активно продвигаются два проекта, это проект клиники БНЗТ Новосибирского государственного университета, который вот там вот видите, стенд и все такое. Ну это вот такое. В сентябре 2018 года эскизный проект был утвержден. Ну и есть еще проект клиники БНЗТ на базе здания института, здания номер 17 в Институте ядерной физики. И оба этих проекта включены в этот какой-то там пиарный проект или развивающийся проект Академ 2.0. Ну и было бы хорошо, если бы эти проекты были поддержаны. Но тут недавно мы пошли, можно так сказать, в Абанг, и Российский научный фонд поддержал нашу заявку на то, чтобы нашу установку, вот физическую установку в физическом институте Академии наук ее довести до уровня такой, что на ней можно лечить. И это будет сделано через 3 года. В этом я безусловно уверен. Мы сделаем вот супер-пупер. И если мы получим разрешение, наверное, я единственный оптимист, который верит, что мы к этому времени получим разрешение, провести терапию вот на той физической установке, не специализированной, а именно вот физической установки в институте Академии наук. И, конечно, мы не будем заниматься лечением. Мы просто хотим показать, что это действительно работает, чтобы это все-таки сдвинулось с пессимизма, с мертвой точки, и как-то пошло по России. И вот, кстати, как раз из-за того, что мы получили этот грант, мы теперь ежегодно будем проводить международные, нет, всероссийские молодежные школы по БНЗТ. И первая такая школа пройдет в октябре, наверное, 21-23 числа. Я как раз сейчас согласовываю время с приглашенными врачами. То есть приедут врачи, точно приедет врач, который привлечил 300 пациентов. Ну и другие. Вот он точно приедет. Другие ничего не знают. Потом в онкоцентре Блохина договорились с академиком Долгушиным, что в 20-м году, в феврале, проведем там молодежную школу. А в 21-м году, наверное, мне отдадут международную молодежную школу по БНЗТ, и чтобы провести в Новосибирске. И это решится буквально вот на днях, в течение месяца. А там еще есть, может быть, в 24-м году просто большой конгресс решат провести здесь, в Новосибирске. Ну, в общем, вот мое заключение. Я уверен, что... Это же можно не говорить, что я уверен. Вот скоро в мире будет точно БНЗТ. Я уверен, что и в России будет БНЗТ. Мы прилагаем к этому усилия. Понимаем, что это достаточно сложно. Надеемся на помощь медицинских работников. Ну, и все такое. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.